Друзья, всем привет! Вы на канале Phuket My Second Home, меня зовут Алиса, и сегодня будет новый Phuket влог. Вообще, я еще даже не догадываюсь, о чем будет этот влог, но сегодня у нас выходной, и вчера была здесь просто огромнейшая вообще тусовка. Так вот, везде здесь были люди, 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 и вот, доброе утро, да? Да, ничего, осталось. И оказалось, что Валера просто шикарно поет, понимаете? Вот этот человек просто великолепно поет. Ты не лягайся, что замерзнешь лобидонько, видно ни ветру, ни хмар. А мы собираемся идти на пляж. Вот я куплю каких-то пончиков, но никто их не хочет есть, потому что все уже пьют пиво. Да, блин, надо еще убрать. Но надо еще убрать, потому что здесь полная жесть какая-то со вчерашнего дня, и потом мы хотим пойти на пляж. Вы пойдем на пляж? Да. Миша, там жарко. Ну, в смысле жарко? Ты же в Таиланде живешь? Ну, там очень, там 30 градусов, наверное. Ну, а здесь? Ну, солнце нет, там ключи, видишь. Оно рассеянное, там жарко. Сейчас посмотрим. А может быть, немножко апарт, там лежат. Это не будет реально. Ключи у нас. Плюс 45, это не будет. Бананы срубили. Так вот, Миш, давай пойдем с нами. Еще есть аргументы, кроме там жарко? Ну, да, на море волны, что-то делать. Ну, волны, но сейчас постоянно волны на море. Поэтому я там никуда и не ходу. Блин, не довезу. Ей, я люблю, конечно, когда тусовки в доме. Ну, что это? Что это остается потом? Блин, хотя было, конечно, очень весело вчера. Часть дня мы наконец-то собрались на пляж. Собрали весь мусор. Сейчас поедем. А сколько их там на байке? Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек на байке. Существует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Фотограф, давай. Это очень забавно. Влад тоже пошел покупаться. А я что-то опасаюсь этих лоуков. Просто, понимаете, я два дня назад упала с байка. Очень причем по-духому. Кто бы видел, как я упала, это было очень смешно. Я упала просто на ровной дороге. А то, что она была мокрая. И передо мной останавливалась машина. И я, в общем, чуть-чуть тоже тормозила и упала нафиг. Поэтому сейчас у меня больно вот так вот мокрое струбается. И я боюсь, что если я сейчас вот туда вот пойду, в эту воду, то меня там как накроет волной. И я вот где-то вот там вот останусь. Поэтому я, пожалуй, посижу здесь. Посмотрю за шмотками. На других людей посмотрю. На пальмочке. Да. Что, Валер, как водичка? Хорошая водичка, только волны затягивают сильно. Короче, если дальше заплыть, то не выплывешь, тонешь. Сильно затягиваешь. Бегу. Некоторые люди спрашивают, Алиса, где же новый выпуск тайских вкусняшек? Вы знаете, что я вам скажу? Я сегодня хотела снять новый выпуск. А потом я приняла душ. Сейчас я так в два дня пришла, легла на кровать и встала в 7 часов. Поэтому пока что выпуск вкусняшек откладывается. Потому что у нас какой-то сонный день. Вот, Валер, что ты делаешь, Валер? Я ничего. Валер опять пьет. Короче, давайте в следующем году, вот как будет, соберемся и поедем на Tomorrowland. Вот мы, вот мы. Да. Вот казалось бы, казалось бы, что может быть мы не уверены сейчас. Я имею в виду, что может быть на самом деле ничего не получится. Но сейчас нам очень хочется, понимаете, после человеческой ночи, очень хочется поехать на этот фестиваль Tomorrowland. Мне кажется, что там просто, я не знаю, безграничное счастье, свобода, веселье и все, что я так люблю. Поэтому, в общем, если вам кажется, что это хорошая идея, в общем, ставьте лайки, ставьте плюсики в комментариях, что вы бы тоже хотели поехать. Давайте, в общем, организуемся и поедем. Идея-то ничего так? Миш, поедем на Tomorrowland? Конечно. И Влада, он поедет. Поехали. И я поеду. Ништяково будет вообще. Кто вообще шает в этом фестивале? Непонятно, когда он там будет. И, в общем-то, по цене не очень понятно. Походу, где-то 300 евро стоит вход. Хотя, мы, опять же, не очень уверены. Кто знает, а ну, напишите-ка инфы немножко. Сейчас мы наконец-то проснулись все. Сейчас это 7 часов вечера. И мы хотим посмотреть фильм. Наверное, этот фильм будет... Что за фильм? Тарзан? А что, это хороший фильм какой-то? Да, понятно. Ну, по крайней мере, он новый. По-моему, он новый. Пять лет спустя, его честолюбие в эксплуатировании новой колонии привело к огромным долгам. К источнику легендарных алмазов Копана. В общем, такая тема. Мы сидели и смотрели фильм Тарзан. А сейчас пол-одиннадцатого. И я, в общем, сижу и жду кого подписчика своего канала. В общем, такая тема. Сейчас приедет молодой человек, которого зовут Рома. И вот, когда Рома поехал на Пхукет... Да, сначала он, конечно, был подписчиком моего канала. Понимаете? Это очень важно. Короче, когда Рома поехал на Пхукет, он мне написал. И мы с ним поездили мототур по самым красивым местам на Пхукете. А потом, ну, туда-сюда, в общем, поболтались, дружились. Парень-то нормальный оказался. Вот. И, короче... Я смотрю, он едет или нет. В общем, вчера у нас была тусовка. Я вам об этом говорила с утра. И вот он, короче, на нее приехал. А так как сегодня... Ну, был такой второй день, можно сказать. Вот. Мы все еще у нас дома зависаем. Уже вон по линстово. И смотрели этот фильм. И он такой пишет там, по чем вы занимаетесь? А я говорю, фильм смотрим. Ну, если хочешь, приезжай. И такое дело, то что... Когда Рома приехал, в общем, первый день там или во второй, у него, короче, затупил телефон. И он... И он без телефона, без навигации, без нифига вообще. Как бы ко мне туда ехать, оно, в принципе, легко. Но такой поворот, его можно проехать без навигации, без нифига. Вот. И поэтому мы договорились плюс-минус по временем. Поскольку он приедет, пацаны там сидят дома, ждут. Я как самая смелая. Я осталась здесь и сейчас жду вот с включенной фары. Мы договорились, что я стану недалеко от дороги. Чтобы... Чтобы он не проехал, потому что он по-любому бы проехал это место. Ну вот, подождем, подождем, пока приедет. Смотрите, Рома приехал. Рома, поздоровайся. Сегодня будет Волок. Точнее, он весь день, понимаешь? Да, ты пошла на себе занятие. Ну, конечно. Меня только что тормознули. Полицейский пост? Да, да. И что? Они, видно, искали наркотики. Ну, да. Потом нашли тот алкоголь, который ты заказывала. Ведь ты же беспробудно уже третий день пьешь. Это неправда. Это... Понимаете? Это неправда. Рома врет. Потому что я не пью уже несколько недель. Недель. И вчера я тоже не пила. Так вот. И что было? И что было? А, он увидел тот алкоголь, который заказывал Влад. Влад. И Валера. Да. И что? И попросил дунуть меня в трубку. Она, соответственно, показала положительный. Отрицательный результат. Отрицательный результат. И меня отпустили. Так что я был бы на пять минут раньше. А, да я минут десять здесь стою. Я еще встретила девчонок. Они тут в доме живут. Да, в моем доме. Я еще и дома сдаю. Я сегодня с ними познакомился. Меня с ними... Гена познакомил. Да. А, а я их только что встретила. Мир тесен-то. По пляжу гулял я. По пляжу гулял я сам собой. И встретил я Гену. Гена, это чувак. Он человек тоже там у нас на тусовке был. Ну да. А он был с этими двумя девчонками. Они у него арендовали тачку. Они у него тачку арендовали, а у меня дом. Обращайтесь, короче. И что, и что было. И, ну, меня с ними он познакомил. Они сегодня собираются идти туда, на Банглэроуд. А, да, я их встретила. Они меня тоже позвали. Говорят, али, что, поедешь? А я тебя здесь сижу, жду. Говорят, да не, я их не поеду. Ты из-за меня сильно, не сильно обломалась, поверьте. Блин, что-что? Не сильно обломалась из-за тебя. А, да не, я не собиралась туда ехать. Что мне? Мы же там фильм смотрим. Рома, а что случилось с твоим бутербродом? Они ведь должны были быть вот такие вот великолепные. Что это, скажи, пожалуйста? Это маркетинг на картинке. У меня получился сэндвич. Сэндвич с яйцом и сосиской на половину с сухарем. Смотри, какой получился второй. Прям твердый. Будешь есть ты. Не, я пас. Они с колбасой, я такого не ем. Нет, это сыр вичина. Сыр вичина. Я мясо не ем, чувак. Вообще? Да. Смотрите, это Warcraft идет. А это Алиса спит. Она сегодня перетомилась. В общем, день был долгий и тяжелый. Дорогие телезрители. Алиса забыла вам передать привет и сказать подписывайтесь на ее блог. Вот. Вам же лучше будет, короче. В общем, это Влад. А это Орки. Ну и все. С вами был Валерчик. Счастливо.